В Степанакерте на улице Манукяна продолжаются работы по реконструкции второго здания бывшего общежития. По примеру предыдущего и в этом случае в результате перепрофилирования он будет в эксплуатацию как многоквартирный жилой дом и будет иметь 35 квартир. Работы по реконструкции осуществляет ООО «Гранд Альянс» на средства правительства Республики Арцах. Москва и Ереван в 2021 году увеличили объем двустороннего товара оборота между странами почти на 13% по сравнению с показателями предыдущего года. Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров и инвесторов в экономику Армении. В прошлом году взаимный товарооборот вырос почти на 13% по сравнению с 2020 годом и продолжается рост. Он достиг 2,6 млрд долларов. При этом в январе-феврале текущего года товарооборот увеличился на 42%, составив почти 430 млн долларов. В общине Яхцаох Шушинского района Арцаха строится новый водопровод. Об этом рассказал глава общины Артака-Копян. Поселок обеспечен газом, электричеством, а в скором времени появится круглосуточная подача воды. Как и планировалось, в ближайшее время будут заасфальтированы внутриобщинные дороги, сообщил он. В подземном газохранилище в Армении к предстоящей зиме планируется создать рекордный резерв газа. Такое решение вчера приняло правление российского «Газпрома». В подземное хранилище газа в Армении до начала зимнего сезона будет закачано более 1 млрд кубометров голубого топлива. В течение 2021 года Генпрокуратуре Армении удалось вернуть в государственный бюджет порядка 15 млн долларов. Ранее они были незаконно присвоены. Об этом заявил генеральный прокурор республики Артур Давтян. Речь в частности идет о коррупционных преступлениях. Белорусское оборудование может помочь армянским компаниям возрождать микроэлектронику. Об этом рассказал гендиректор белорусского научно-производственного холдинга точного машиностроения «Планар» доктор технических наук Сергей Аваков. «Мы готовы принять армянских специалистов и обсудить их потребности, причем не только по оптике и сапфиров. В целом, в советское время наше предприятие поставляло в Армению много оборудования. Здесь была развита электронная промышленность». «Сейчас запланированы встречи с рядом армянских электронщиков, с которыми будут обсуждаться их производственные нужды», – заключил Аваков. «Монастырь Амарас, основанный в IV веке Григорием Просветителем, расположен в Мартунинском районе. Он имеет достаточно богатую и древнюю историю. Он занимает территорию площадью около полгектара, окруженную прямоугольным абрисом стен. Наибольшей известности Амарас достиг в середине IV века, после того, как здесь был захоронен внук святого Григория Просветителя Григорис. В монастырском комплексе Амараса самым интересным и ценным для истории армянского искусства и архитектуры является усыпальница Григориса, главная святыня монастыря. Стены усыпальницы украшают геометрические и растительные орнаменты, типичные для армянского декоративного искусства раннего Средневековья. В начале V века создатель армянского алфавита Месроп Маштоц основал в Амарасе первую армянскую школу. Амарас прошел через множество войн и сегодня продолжает оставаться одним из религиозных и культурных центров Арцаха. В настоящее время в монастыре ведутся восстановительные работы. Амарасе первая армянская школа, главная святая школа, главная святая школа, Амарас, осуществляемая фондом Луис. Завершено около 60% от общего объема работ. Планируется завершить программу в 2023 году. Цель этой программы – создать все необходимые условия для полноценного использования комплекса, дать новое дыхание памятнику, имеющему важнейшее историко-культурное значение для армянского народа. Город Саутфилд, штат Мичиган, объявил 24 апреля днем памяти жертв геноцида армян. Решение вчера подписала мэр Вики Барнетт. Армения присоединится к международной акции «Сад памяти». Мероприятие пройдет 23 апреля в парке Победы в Ереване, где почетные гости, волонтеры и жители города высадят 200 деревьев в память о павших на фронтах Великой Отечественной войны. В день памяти жертв геноцида армян ряд мероприятий пройдет 24 апреля в Стамбуле. Мероприятие организуют армянские активисты. Одним из мероприятий будет посещение могилы Сивака Балакшри. Напомним, что Сивак – молодой солдат, убитый турками 24 апреля 2011 года в своей воинской части на почве национальной ненависти. Убит своими же турецкими сослуживцами. Иран будет проводить и проводит политику, нацеленную на полное вытеснение Турции из региона, хотя это не озвучивается в официальных позициях. Очевидно, что интересы Ирана пересекаются с интересами Турции и не только в Армении, но и в регионе Южного Кавказа в целом. В этом плане иранцы ссылаются на факт исторической легитимности. Все иранцы знают, что регион перешел к Российской империи от Персидской империи, а на месте северного Ирана возникло новое государство Азербайджан, которое турки видят своим вилаетом, поэтому иранцы не видят Турции места в регионе. Говорится в отчете американского издания The National Interest. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз заявил о претензиях на территорию Армении. По его словам, советское руководство отделило Зангезур, Сюникская область Армении, от Азербайджана и передало его Армении. Забавно, Азербайджан как страну сформировали большевики, и на них же Алиев обижен. Его отец верой и правдой служил СССР, так как все знал и был очень благодарен за Арцах и Нахидживан, переданный советскому Азербайджану именно советской властью. В преддверии Дня памяти жертв геноцида армян, здание дворца Фаро в Марселе было освещено цветами флага Армении. Мэр Марселя Бенуа Паян сообщил, что таким образом город воздает дань памяти полутора миллионам армян, которые были замучены, депортированы, заключены в тюрьмы и убиты во время геноцида армян 1915 года в Османской империи. «Давайте пообещаем сегодня никогда не позволять свирепому зверю национализма снова взять верх», — сказал он. Член палаты представителей Национального собрания Бразилии Гига Пишоту выступил заявлением в связи вспоминанием жертв геноцида армян. Бразильский парламентарий заявил, что в Сан-Паулу будет отслужена литургия по случаю 107-й годовщины геноцида армян. Армянские активисты сорвали вчера проукраинскую акцию у посольства России в Ереване. О провокационной акции стало известно заранее. Ее хотели провести под лозунгом «Геноцид украинцев со стороны русских», что возмутило армянских патриотов. Тем более, что через пару дней в Армении будет отмечаться 107-я годовщина геноцида армян. Они напомнили о празербайджанской позиции киевских властей, которая выражалась не только в поздравлениях Азербайджана в успешной оккупации Гадрута и Шуши, но и в поставках запрещенного вооружения, которое убивало мирных жителей Арцаха. Такая же акция была разогнана в Тбилиси. И Тбилиси, и Ереван — гостеприимные города, но выяснять отношения и устраивать политические провокации на своей территории не дадут. Обращаемся к российским зрителям нашего канала. В связи с последними событиями напоминаем, где можно зарегистрироваться и смотреть все видео Hike Media нашим российским зрителям в интернете. Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен, Рутюб. А также, скачав приложение Radio Hike, вы сможете слушать новости Армении и Арцаха. Смотрите нас там, где вам удобнее. Оставайтесь с нами. А мы будем работать еще лучше, чтобы вы всегда оставались на армянской волне вместе с Hike Media. В Степанакертском дворце культуры и молодежи состоялась премьера игры-конкурса под названием «Родина» для укрепления патриотических знаний. Участниками их были учащиеся 8-9 классов общеобразовательных школ Степанакерта. Вопросы состоят исключительно из труда Ваграма Балаяна, очерки истории населенных пунктов Республики Арцах. Книги были переданы в дар школам заранее для подготовки к игре. Рассказала директор Палаты культуры и молодежи Зина Гассиян. На Венецианском биеннале Армения будет представлена проектом «Гариб» с авторами проекта Анида Видян, Елена Сорокина и Андрюса Рутюнян. Венецианская биеннале, которая состоится с 23 апреля по 27 ноября в этом году пройдет под названием «Молоко сновидений» The Milk of Dreams. У Армении еще одно серебро на чемпионате Европы по боксу в Болгарии. Третью медаль на соревнованиях завоевал Гамлет Адамян. Ранее армянские спортсмены принесли нашей стране еще две медали. Золото удостоился Эрик Исраилян, а серебра – Арес Акапян. Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира серии ATP в Белграде. Хачанов обыграл в четвертьфинале бразильца Тиаго Монтейро. Следующим соперником Карена Хачанова станет первая ракетка мира серб Новых Джокович. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...